Недавно мне прислали фотографию о найденной здесь, в песке, вот такой интересной статуи. Эта история началась вот с такого любительского видео. Отлив на оке открыл сразу два скульптурных фрагмента, предположительно женские и мужской образы, выкопать которые археолог Василий Конов посчитал делом чести. К моменту приезда его команды река заметно прибавила, самый сложный культурный осколок ушел под воду. Но это азарт искателей остановить уже не могло. С той стороны ее давай. Статуя Рязанской Галатеи оказалась не только без рук, но и без головы. Зато на лицевой стороне явно проступал орнамент украинской или белорусской вышиванки. Образ дополняла явно женская рука, сжимающая початок кукурузы. По идентификации второго фрагмента возникли вопросы. Во-первых, потому что он был закопан лицевой частью вниз, а во-вторых, на затылке статуи проступали очертания кепки. Версии звучали любопытные. Кто-то сказал, что это, возможно, Ленин. Дело в том, что статуя смотрит сейчас, обращена к нам спиной. И мы не можем точно определить, кто это. Но версии интересны. То вождь мирового пролетариата, то статуя, которая могла происходить в территории Рязанской сельскохозяйственной выставки и символизировать кого-то из передовиков или собирательных образов деятелей сельского хозяйства. Знаете, через несколько минут мы, видимо, это выясним. Быстро темнеющее небо других вариантов, кроме стремительной и силовой раскопки, не оставляло. Версии «Ленин в октябре» и «Есенин» звучали даже после переворачивания скульптуры. Но опытный взгляд археолога расставил все по своим местам. Я полагаю, что все эти находки стоит отнести к 50-м годам 20-го века. Аккуратно предположу, что это время создания Рязанской сельскохозяйственной выставки, которую мы знаем под названием «Торговый городок». И, вероятнее всего, скульптуры стояли либо там, либо все-таки служили частью оформления лесопарка, либо сопредельных территорий. Среди археологов результаты вечерних раскопок разлетелись в мгновение ока. И уже к утру краевед Александр Дударев не только точно определил, что это за скульптуры, но и обозначил место их изначального обитания. По фотографиям 90-х годов. По фрагментам одежды, скульптуры, по расположению рук, я определил девушку, которая держит в руках кукурузу. От нее, к сожалению, в настоящий момент был найден только торс, без головы и без ног. Она находилась рядом с павильоном номер 3, промышленности стройкооперации. А вторая фигура, которая представляет из себя молодого человека, в куртке, эта скульптура являлась шахтером. И стояла она напротив павильона Рязань-Сеу, но уже в бытности этого павильона связана с угольной промышленностью. Торговый городок уже два года как объект культурного наследия. Возвращение скульптур к павильонам, наверное, будет красивым жестом от археологов. В таком виде или после реставрации это уже вроде как нюансы, которые, впрочем, в том числе будут определять историческое лицо Рязани. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».